Развитие малого и среднего бизнеса – одна из приоритетных задач российской экономики. Именно эти направления дадут возможность насытить рынок продукции собственного производства и открыть новые рабочие места. Для этого нужны молодые и талантливые кадры, которые способны предложить свежие идеи и новые разработки. Именно с этой целью Торгово-промышленная палата Московской области инициировала проведение первого международного конкурса «Качество жизни», в который был одобрен коллегией Министерства образования Московской области. Участники – учащиеся вузов и молодые предприниматели, работающие не более трех лет. Чем больше таких конкурсов будет, тем сильнее мы популяризируем предпринимательскую деятельность и тем больше уделяем внимание тем ребятам, которые хотят не только заработать себе, но и создать новые рабочие места и обеспечить еще и другие семьи работой и зарплатой. Конкурс проводился в двух номинациях – «Лучшая бизнес-идея» и «Лучший бизнес-проект». Каждому из участников предстояло в течение 10 минут убедить жюри в полезности и необходимости предложенных разработок. Члены жюри – опытные предприниматели, руководители в том числе и фонда поддержки малого и среднего бизнеса, внимательно слушали выступающих, задавали вопросы, оценивали и записывали комментарии, которые в дальнейшем смогут помочь молодым новаторам внести важные коррективы в свои проекты. Новаторские идеи охватывали сферы экономики, торговли, производства, инновационных продуктов, экологии, социальной сферы. Проект у нас заключается в том, что мы сделали технологию, на основе которой можно создавать датчики движения. Почему этот проект относится к улучшению качества жизни? Когда мы стали заниматься датчиками для разработки нефти, мы поняли, что 98% датчиков мы закупаем за границей. И вот сейчас ввели санкции, потому что датчики для естественной разведки – это товар двойного назначения. И многие проекты срываются. Одна из идей конкурса – наладить тесное взаимодействие торгово-промышленной палаты с вузами, взять шефство, выявить талантливых ребят, которым нужна поддержка для реализации разработок, оказать содействие в поиске бизнес-наставника. Есть даже ребята, которые создали собственную разработку композитных материалов и сегодня хотят в рамках программы «Продозамещение» создать свой продукт и реализовать их на нашей территории. По итогам конкурса назвали победителей. Главный приз – Кубок качества жизни – достался команде из Российского государственного университета туризма и сервиса с бизнес-идеей производства ремонтных композитных материалов. Ольга Оржанова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».